Уважаемые товарищи, всех приветствуем! Сегодня, 5 ноября, предлагается открыть 28-й съезд общественного объединения Рабочей партии России. Значит, организационные моменты. Хотелось бы предложить съезду утвердить президиум, мандатную комиссию, редакционную комиссию. То есть, оргкомитет подготовил и предложил состав следующих комиссий. Значит, для ведения съезда предлагаются кандидаты товарищ Егорчик, товарищ Шилов, товарищ Калевит. Кто за, прошу голосовать. Против, воздержавшийся. Спасибо. Значит, редакционная комиссия для права к постановлению съезда, значит, предлагается Юрков, Калев, Шилов, Дегтярев. Прошу голосовать, чтобы утвердить редакционную комиссию. Спасибо. Значит, и утверждаем, соответственно, с них и надо было, наверное, начать от мандатной комиссии, которая определяла сегодня, выдавала мандат, регистрировала, значит, мероприятие. ЧОПА, КРУГЛОВ, ФЕДИН, ГИЛЬ. Прошу голосовать. Спасибо. Значит, приступаем к открытию съезда. Значит, традиционно знакомим вас с повесткой. Это первый вопрос задачи, отчет, отчет ЦК и задачи партии. Второй вопрос, отчет ЦК Комиссии, обсуждение, значит, данных вопросов премии, следующие будут выборы ЦК Комитета, выбора ЦК КАР. Ну, все зависит, как бы, от того, как мы будем работать на съезде. Предлагаю после выступлений всем товарищам выступить, рассказать, что происходит в их организациях, то есть, как в жизнь воплощаются решения предыдущих наших съездов, да, и какие цели и задачи мы ставим перед собой в будущем, значит, к чему стремимся, чего пытаемся достигнуть, как мы будем жить, как бы, в современном мире, при каких условиях. Ну вот, значит, ну, переходим... А, да. Предлагается съезду утвердить следующий регламент. Для докладчиков до 15 минут, выступление в премиях до 7 минут. Кто за предложенный регламент, прошу голосовать. Ну, она как бы, это, одинаково постоянно. Предлагается за повестку съезду проголосовать, товарищи. Прошу голосовать. Все, утвердили. Ну, значит, приступаем к первому вопросу. Отчет ЦК и задачи партии, ну, доклады от рабочей комиссии, от идеологической комиссии, от организационной комиссии. Беру слово, так как являюсь сопредседателем рабочей комиссии. Значит, уважаемые товарищи, за отчетный период с октября 2020 года было организовано два заседания Российского комитета рабочих. Хотелось бы напомнить, что это, как бы, основной род деятельности в организации рабочего движения, которым занимается наша организация в целом. Что это мероприятие объединяет всех прогрессивных трудовых людей, которые приезжают сюда, в Нижний Новгород, участвуют в Российском комитете рабочих. Для чего? Для того, чтобы, как бы, улучшить свои условия на месте, чтобы вести на своих рабочих местах пропаганду, для того, чтобы жизнь трудового народа в нашей стране качественно улучшалась. И, в первую очередь, для того, чтобы работники знали свои права и, соответственно, осознавали свой интерес. Для чего бороться, зачем бороться. Ну и вся методика выстроена, значит, на чем? Это, в первую очередь, знание трудового законодательства, потому что, как показывает практика работы Российского комитета рабочих, что на сегодняшний день трудящиеся не сильно знакомы с трудовым законодательством Российской Федерации, мы все-таки призываем участников Российского комитета рабочих знакомиться, штудировать трудовое законодательство, потому что, несмотря на его, как бы, состав, там для нас есть много прав, которыми на сегодняшний момент буржуазное государство позволяет пользоваться, а трудовые коллективы не знают, как эти права осуществить у себя на предприятиях. Поэтому это, наверное, основной закон. Есть еще множество федеральных законов, будь то закон о профсоюзной деятельности, о профсоюзных организациях, есть отраслевые соглашения, которые расширяют правы и нормы согласно трудового законодательства. Вот об этих всех вещах ведутся доклады, обсуждаются темы на Российском комитете рабочих. Как показывает практика, с каждым последующим комитетом, с каждым последующим заседанием появляются новые люди. География, значит, растет представительство коллективов на РКР. И мы действительно можем сказать, что мы занимаемся как бы нужным делом, да, что люди заинтересованы в этом, то есть заинтересованы приезжать сюда, получать какой-то опыт, получать какие-то теоретические знания, и потом воплощать уже на практике, вступать в борьбу за те интересы, которые они осознали, как бы, да. Ну, напомню, это, что ведет у нас красной линией по партии, это доведение заработной платы до стоимости рабочей силы. Не сходит никогда, значит, с повестки дня эти вопросы под разными формулировками, но суть такова, что на сегодняшний момент заработная плата, даже средняя по стране, она не достигает стоимости рабочей силы. И мы готовы, значит, вести диалог в этом ключе, ввиду того, что пока мы не достигнем, пока наши рабочие и трудящиеся не будут получать заработную плату в размере стоимости рабочей силы, то есть этот вопрос не будет сходить с наших уст, да, то есть пока мы этого не достигнем, будем за это бороться, это первое. Второе, это сокращение нормальной продолжительности рабочего дня, да. Здесь тоже, как бы, немножко такое отступление сделаю, что уже сто лет, благодаря Великой Октябрьской стилистической революции и переломному моменту в производственных отношениях, люди ушли от 12-часового рабочего дня, перешли к 8-часовому рабочему дню. Эта тенденция не заставила себя, как бы, долго ждать, и не только у нас в России, но и по всему миру установился 8-часовой рабочий день. Вот уже прошло 100 лет, и ученые посчитали, что, значит, при современных условиях, там у них даже споры идут, кто-то уже говорит, 40 минут достаточно для того, чтобы само воспроизводиться, да, а как, получается, делится сегодня прибавочная стоимость. То есть, трудовому человеку остается крохи, все забирает собственник орудий производства, да, то есть, капиталист богатеет, трудовой народ все больше нищает. Вот, чтобы, значит, это как-то маленечко уравновесить на весах, предлагается все-таки бороться за сокращение рабочего времени. Потому что еще один момент, значит, важности, это для чего? Для того, чтобы развиваться, нужно свободное время. Человек, который постоянно занят рутинной работой, не имеет своего времени, не имеет возможности полномерно развиваться разносторонне, соответственно, не развиваясь, не образовываясь, мы не сможем достичь тех целей, больших и великих, которые мы перед собой ставим, да. То есть, свергнуть иго капитала нам не удастся, потому что у нас банально нет свободного времени для своего самообразования, для участия в общественной жизни, не только своих коллективов, но и в целом жизни государства. Понятно, что на сегодняшний момент у правящего класса нет такого интереса давать нам свободное время, и не надо ждать, как ждут наши, к примеру, руководители на моем предприятии, они ждут, когда законодательные нормы вступят в силу, когда будет распоряжение каких-то, значит, руководителей сверху, будь то корпоративные условия или еще что-то. Тут надо понимать и осознавать, что это интересно. Если без борьбы, соответственно, никто нам этого не предоставит. То есть, если этот наш интерес, и он осознанный интерес, то следует за этот интерес бороться. Вот, ну, значит, ближе к делу перейду. За отчетный период, повторюсь, да, прошло два заседания. Одно состоялось как раз в октябре, 17-18 октября 2020 года, значит, была следующая повестка. Я напомню, не буду зачитывать постановления, которые были приняты, просто напомню в памяти те вопросы, которые обсуждались. Подчеркну, опять же, актуальность тех вопросов, потому что, ну, они, может быть, если вот посмотреть историю постановлений, которые находятся на сайтах Фонда Рабочей Академии, Фонда Рабочей Академии Московского отделения, можно посмотреть, как эти вопросы всегда переплетаются. Это еще раз подчеркивает их актуальность, это еще раз подчеркивает тот момент, что об этом будет вестись речь до тех пор, пока, значит, эти вопросы, ну, как бы не снимутся. Они снимутся, они до тех пор, пока мы этот интерес себе не завоюем. Будь то доведение заработной платы до стоимости рабочей силы, будь то сокращение рабочего времени, ну, и улучшение условий труда. Ну, здесь вопрос гораздо шире стоит, потому что все мы представляем разные профессии, у всех свои особенности, и человеку, непосредственно находясь на своем трудовом месте, выполняя свои трудовые функции или должностные обязанности, ну, как никому ближе знать о всех тех недостатках, которые связаны с условиями труда. Надо понимать, что действительно уже у нас лозунг такой, кто много работает, тот долго не живет, есть, да, и надо понимать, что действительно, что кто-то скажет по-другому маленько, всех денег не заработаешь, да, вот, но здесь, значит, какая ситуация? Надо чувствовать себя хозяином, по крайней мере, у себя на рабочем месте, бороться за свое здоровье, за свою успешность, как бы в плане того, что если требовать вот эти законодательные нормы, которые прописаны на сегодняшний день в трудовом законодательстве, не нарушать эти нормы, то есть можно как бы и заработать себе должным образом авторитет, потянуть за собой коллектив своими действиями, организоваться, сплотиться и уже ставить цели гораздо, как бы, выше, чем улучшение условий труда. Понятно, что это такая широкая формулировка, она и ту же зарплату может себя включать, и все, что угодно. Все, что связано с производственными отношениями, может в эту формулировку улучшение условий труда подходить. Поэтому для формирования повестки для российского комитета рабочих этот вопрос очень широк, то есть кому что бы хотелось видеть в повестке заседания, вот, значит, уважаемые товарищи, предлагайте, потому что, к примеру, вот еще будет у нас организационные вопросы не решены по поводу следующего, да, российского комитета рабочих, хотя уже определена дата, с повесткой, как бы, вопрос еще не закрыт, повестка не предложена, вот, значит, предлагаю всем нам над этим вопросом подумать заранее, чтобы, как бы, понять, какие вопросы мы будем обсуждать на следующем заседании российского комитета рабочих, который будет уже весной будущего года. Значит, 17-18 октября прошло РКС-повестка о завоевании профсоюзом большинства трудового коллектива. Это был первый вопрос. Второй вопрос, вопрос о развитии взаимодействия профсоюзных организаций с Федерацией профсоюзов России. И третий вопрос, борьба за улучшение условий труда с учетом проведения СОУД. Ну, маленечко вот поясню по этим вопросам. Значит, просто появляются новые люди, кто понимает, как идет вообще профсоюзное движение живет у нас в стране, чем оно занимается, как оно делится, на какие категории. Надо понимать, что на сегодняшний момент у нас в стране есть несколько крупных профсоюзных объединений. Есть крупные профсоюзные объединения под контролем работодателя. Это ФНПР, все мы знаем. И более свободная и независимая, с одной стороны, от работы дателя, но зависимая от работы непосредственно инициативных комитетов профсоюзных движений и вообще от тех людей, кому наши чаяния не чужды, да, это Федерация профсоюзов России. На сегодняшний момент она объединяет в себе, пусть не так много организаций, как хотелось бы, но, по крайней мере, туда входит крутая боевая организация, которая в этом году отмечает 30-летие. Это профсоюз авиадиспетчеров, это межрегиональное объединение рабочих профсоюзов защиты труда, в которую входит непосредственно наша организация защиты моего предприятия, да, ну и еще ряд несколько некрупных организаций, которые пытаются войти в ФПР, которые пытаются, значит, для того, чтобы в него войти, выполнить те условия, которые выдвигает Федерация для того, чтобы быть членами ее, да. Во-первых, сказать нужно то, что, когда борьба выходит на какой-то определенный высокий уровень уже, и в объединении уже, как бы, работа этих организаций, она, во-первых, это крыша, как принято говорить, да, как бы, выясню почему, потому что объединены множество организаций, это показывает солидарную форму, то есть, если где-то пошли коллективные действия на каком-то предприятии на одном, мы сообщили своим товарищам, то есть, Федерация начала работать, здесь поддержали, там поддержали, и уже на высоком уровне, значит, видно, то, что с проблемой, которой столкнулся тот или иной коллектив, уже озабочены не только те люди, которые работают на конкретном каком-то предприятии, да, а уже знает и Федерация, и те товарищи, которые, значит, может быть еще не готовы у себя, оказать какую-то, точнее, вести какую-то борьбу, они просто могут оказать поддержку своим товарищам, акциями солидарности, и такого рода, в общем, на мой взгляд, это взаимодействие должно быть. Но, с другой стороны, Федерация, она не может существовать сама по себе, она вот именно питается теми организациями, которые в нее входят. Поэтому вот этот вопрос был обсужден, было принято по нему такое, на мой взгляд, лаконичное, очень емкое постановление. Ну и у нас, как принято, то есть мы никого не можем заставлять выполнять рекомендации Российского комитета рабочих, но как бы подразумеваем то, что представители профсоюзных организаций все эти рекомендации должны брать себе на вооружение и руководствоваться в действиях именно этими рекомендациями Российского комитета рабочих. Еще тогда скажу пару слов о том, что мы работаем по принципу выполнения программы задач и коллективных действий. Все, я думаю, члены партии, которые ведут профсоюзную работу, или собираются в будущем вести профсоюзную работу, они в первую очередь должны, даже я вот знаю некоторые люди, которые пытаются как-то без работы, ну, в рабочем движении себя еще как не видят, да, но на политическую арену уже как-то выходят. В предвыборной своей работе, если они, как бы, такого толка левого, да, они руководствуются именно программой задач и коллективных действий, потому что там действительно эта программа, она показывает те моменты, за что действительно сегодня, что нужно, как бы, нам, да, что для чего все это делается, потому что в последнее время, ну, и не то, что в последнее время, все прекрасно понимают, что перед выборами обещания, 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 все эти выборы проходят, и обещания тают вместе с тем. То есть, человек прошел, и для чего они делают, то есть, понимают, чей интерес они представляют. То есть на сегодняшний момент нет ни одной партии, ни в Государственной Думе, нигде, которая представляет, ну я имею в виду во власти, да, которая представляет именно интересы трудящихся. Хоть себя бы и позиционируют некоторые, но мы видим на деле они этого не производят, они не ведут работу с трудовыми коллективами, они никак не связаны с профсоюзными организациями, связываются только для того, чтобы ее разложить или чтобы ее вообще не существовало, либо подмять под руководство, то есть и уже профсоюзная организация теряет свой смысл, она становится не профсоюзной организацией, она становится одним из пальцев работодателя, да, для того, чтобы надавить очередной раз на работников или какие-то острые противоречия, если они возникают, эта организация, она их будет постоянно сглаживать. Значит, о взаимодействии рассказал, да, борьба за улучшение условий труда с учетом проведения СОУД. Вот этот вопрос тоже, кстати, специальной оценки условий труда, недавно совсем у нас стал звучать на российских комитетах рабочих, тоже не первый раз, значит, он звучит, под разными формулировками тоже. Обращаем на это внимание ввиду с тем, что условия труда меняются, меняются производственные отношения у нас и внедряется, ну, где-то внедряется, где-то не внедряется, здесь в разной степени, да. И что мы видим, значит, мы видим, как внедряется новое оборудование, как обучаются, значит, люди на этом оборудовании, какие средства на это, значит, тратит работодатель. И получается картина какая? То есть, создается видимость того, что вроде бы условия улучшаются, да, на бумаге они улучшились, акты все подписаны, законодательство поменяли в плане того, что отошли от аттестации рабочих мест, сделали специальную оценку условий труда. Вот как докладывали по этому вопросу, она уже, и уже сама специальная оценка условий труда какие-то потерпела изменения. Вот мы говорим, для чего поднимаем этот вопрос, для того, чтобы опять трудящиеся не оставались в стороне, разбирались в этом, потому что в первую очередь это их жизнь и здоровье, а как показывает практика, ради длинного рубля человек идет даже на риск, рискуя своей жизнью и здоровьем. Ну, печально бывает, это иногда заканчивается. Вот, ну, тем не менее, значит, опять же, есть актуальность этого вопроса, и, значит, как, где на предприятии, что это проходит. Основным моментом мы говорим, что, чтобы человек не оставался в стороне проведения специальной оценки условий труда, которые у них на предприятии происходят, чтобы человек заинтересовался этим, непосредственно участвовал. Я просто могу привести такой небольшой пример, как она делается. Вот, к примеру, механическая мастерская, там, или заходит комиссия в составе, там, нескольких человек с приборами, начинают, значит, замерять в тот момент, когда в мастерской, к примеру, нет ремонтников. Да, то есть, не работают станки, и выключен свет, то есть, они, знаете, такие, к природным условиям были же, и вроде бы загрязненности нет, так, уже свет включили, замерили, там, станок включили, но даже вот для себя понимать, да, просто ты включил станок, и он работает на холостом ходу, и когда ты уже, извините меня, поднес к нему какую-то деталь для обработки, да, звук-то у него уже совершенно другой, и вибрация уже по тебе пошла к нему, но ее уже никто не меряет, да, твои вибрации, как тебя, трясет у этого станка или не трясет, несмотря на то, что какой шум, значит, оказывает воздействие. Вот, причем вот эта современная специальная оценка условий труда, она хитро очень построена, то есть, множество факторов может учитывать, а может не учитывать, опять же, кто ее проводит, но, как правило, ее проводят там какая-то аккредитованная, приглашенная работодателем компания, да, у нас даже бывало, что они получали лицензию на отдельные виды деятельности, ну, там, по замерам, да, и экологическая служба сама нашего предприятия ходила, делала какие-то замеры, то есть, наша цель, в первую очередь, не оставаться в стороне от этих действий, принимать активное участие, потому что от этого зависит, еще раз повторюсь, жизнь и здоровье трудящихся. Поэтому этот вопрос, значит, мы и включили в повестку дня. Значит, следующий, это весенний российский комитет рабочих, значит, какие вопросы он содержал в своей повестке, это, значит, выдвижение работниками требований к работодателю о принятии проекта коллективного договора. Ну, здесь вот на этом вопросе хочется остановиться уже на чем. Как и говорилось когда-то ранее, может, и на российских комитетах рабочих говорилось, и на других мероприятиях наших, то, что наши товарищи уже имеют, точнее, ну, я имею в виду партийные конкретно, да, товарищи, имеют опыт, значит, создания, если буквально несколько лет назад у нас были единицы коллективных проектов коллективных городов, то сейчас счет уже идет на десятки, имеются десятки составленных самостоятельно нашими товарищами проектов коллективных договоров, но на сегодняшний момент, ну, вот мы еще посмотрим по анкете, которую мы сегодня заполняли, да, если вы обратили внимание, там было два момента таких. Первый момент, это есть ли у вас на предприятии проект коллективного договора, и второй момент, занимаетесь ли вы его продвижением, то есть ведется ли работа на предприятии для того, чтобы этот коллективный договор все-таки когда-то был принят, да, но посредством чего, это уже, как бы, другой вопрос. Вот, поэтому, значит, вопрос о коллективном договоре, опять же, это подтверждает, что это на сегодняшний момент тот инструмент, которым нужно пользоваться, в котором отражается все то, все те, опять же, чаяния, которые, все интересы, все права, которые мы должны отстаивать у себя в коллективе, да, без этого, как многие еще говорят, это конституция предприятия, но вот мы делали анализ нескольких коллективных договоров, а получается такая ситуация, что в основном он написан в интересах работы дателя, и листаешь, смотришь, думаешь, а в чем же здесь, как бы, в чем привилегия или отличие, к примеру, от какого-то отраслевого, там, если оно узко написано, или сопоставляешь его с трудовым законодательством, но оно или дублирует тупо трудовое законодательство, и ничего, как бы, как сейчас принято говорить, никаких плюшек не дает рабочему, да, вот, и получается, действительно, когда смотришь, ну, есть такие, значит, предприятия, ну, вроде бы, как в тренде быть, да, или отчет должен быть какой-то перед высшим руководством, нужен им коллективный договор, ну, хотите, чтобы у вас был, ну, хорошо, сделаем, ну, передрали его полностью с трудового кодекса, потому что вся структура, она прописана трудовым законодательством, а тут уже, как бы, творчество самих работников, то есть то, что вы туда включите, за то, что вы поборетесь, то и вам и принесет каких-то положительных моментов, соответственно, если даже обратная сторона видится, да, в чем, то, что вот докеры наши, старшие товарищи, которые заключили, наверное, одни из первых прогрессивный коллективный договор при содействии фонда рабочей академии, да, они его заключили, и потом, значит, какая тенденция пошла, то есть они перестали бороться за те моменты, которые себе прописали, да, и постепенно эти положительные моменты стали вымываться, из-за того, что даже ведется и контроль, но работодатель, он прекрасно понимает, что каждая статья, которая что-то улучшает работнику, она несет какие-то лишние финансовые затраты, то есть улучшить условия труда – это копеечка, заработную плату хорошую платить, это опять уже не копеечка, да, и вот работодатель очень прекрасно понимает, когда ведет переговоры, то есть показывая то, что у него ограниченные средства, да, всегда нас уговаривает в том, что денег нет, вы понимаете, что ваша просьба, она идет к тому, что надо откуда-то изыскать эти средства для того, чтобы удовлетворить ваши требования. Ну, это как бы так, лирическое отступление. Вот, этот вопрос, значит, опять же подчеркивает, что именно этот инструмент, этот механизм составления, продвижения и борьба за принятие коллективного договора показывает, что те организации, которые этим занимаются, они не на словах, а на деле, по сути дела, улучшают свои условия труда. Если им это интересно, и у них это получается, то есть люди этим занимаются, у них это получается, почему этот опыт не использовать, и почему бы этим бы не заниматься, тем более, как бы у нас это идет, как бы, острая вообще, я бы сказал, пропаганда, потому что вот этот коллективный договор, коллективный договор, сейчас, мне кажется, среди наших товарищей, если раньше слово коллективный договор, изумление какое-то, там, изменение лица у людей было, то сейчас люди четко понимают уже, что это за документ, что в нем должно быть отражено, но уже, как бы, стадия знакомства с этим прошла, следующая стадия, уже мы переходим, значит, как осуществлять борьбу, что делать, и как быть для того, чтобы этот коллективный договор был принят, вот вопросы, значит, об этом тоже звучат на российском комитете рабочих, значит, следующий вопрос звучал, это действие профсоюзных организаций при защите интерес в установке коронавируса. Ну, вопрос, значит, был актуальный в плане того, что ту ситуацию, которую нам преподнесли на сегодня руководители и предприятия страны в целом, то есть, с чем мы столкнулись впервые, с тем, что была объявлена самоизоляция, значит, основная масса трудового населения была отправлена домой, пребывать на карантине, и здесь получается какая ситуация? Ну, масса, к примеру, тех работников, которые в сфере труда коммерческой задействованы, я имею в виду, не на государственных предприятиях, они как-то просто были отброшены, да, на этот момент, то есть, соответственно, остались без средств существования, ну, что касается там предпринимательства, еще там каких-то. Люди, которые работают на госпредприятиях, они все-таки в этот момент были защищены, да, и, значит, вопрос-то о чем говорит? Вопрос говорит о том, что на сегодняшний день мы увидели, что это может быть повторяться, только уже масштаб этого, да, немножко другой, то есть, если там на месяц нас высвобождали, здесь уже на неделю, во-первых, мы увидели в этом какую цель? Цель разобщить коллектив, чтобы, а, и понимаете, какие политические моменты происходили в это время, да, вот наша задача была, как, значит, и в проведении российского комитета рабочих, и вообще партийный, я считаю, в момент вот таких кризисных явлений, не ослаблять, а усиливать борьбу, и вот в постановлении это было отмечено, то есть, именно когда мы сталкиваемся с каким-то кризисом, будь то вот, что связано с коронавирусной инфекцией, было, что до этого мы разбирали экономические кризисы, всякие перепады и волнения, да, то, что получается как? Работодатель всегда в борьбе с работником, что предполагает? Ну, вот вы поймите, сейчас такая ситуация сложная, давайте вот мы подождем там, а вы такие требования выдвигаете, нам их надо как-то это не подъемно, там туда-сюда, и тем самым своим сочув... проникаясь, значит, и втираясь в доверие к работникам, ну, мы-то все люди-то добрые и законопослушные, и иногда в своей части, как бы доверчивые, да, и происходит то, что действительно идут на поводу вот у как бы этой ситуации, и получается, да, ну, да, хорошо, а жизнь-то идет вперед, прошел месяц, прошел год, прошли десятилетия, а в итоге-то и чего мы оставили после себя, ну, то есть за что мы поборолись, что в знаменателе-то у нас? и выходит такая ситуация, что действительно, уважаемые товарищи, в это время надо усиливать борьбу, то есть, а тем более сейчас, используя все современные средства, то есть связаться друг с другом, можно расплюнуть, если ты, к примеру, большое предприятие или предприятие, как вот у некоторых товарищей, разбросано, но у нас есть новые эти телекоммуникационные системы, да, они вот были перечислены вчера, то есть, как угодно, то есть, лишь бы было бы желание о том, чтобы контактировать, чтобы обсуждать, чтобы двигаться, как бы, вместе в одном направлении, понятно, что все и сразу, где-то это все не будет получаться, но пошел за делу одного, за ним второй, третий, постепенно, пусть это постепенно, пусть это не сразу, но это будет, по крайней мере, проявляться, это говорит о том, что все-таки мы дошли до того уровня, что все вот эти теоретические знания, которые нашими старшими товарищами нам были даны, то есть, мы перешли уже к действиям, да, то есть, на самом деле, уже какие-то действия, какие-то шаги по изменению, они, по крайней мере, мы можем их видеть, можем анализировать, смотреть, делать, какие ошибки мы допустили, в общем, заниматься этими вопросами, и если мы будем заниматься, мы уже будем верить в то, что действительно, когда-то мы добьемся успехов, ну, если мы идем в правильном направлении, конечно, это, в общем, отрадно. Так, это что касается второго вопроса, да. Третий вопрос звучал о включении в коллективный договор ном труда, оплаты труда правил, и норм охраны труда, и техники безопасности, отвечающим интересам работников. Вот это подтверждает, значит, уже, да, о том, о чем я ранее сказал, это вопрос непосредственно касается жизни и здоровья, то есть, мы в этом участвуем, мы в этом заинтересованы, то есть, этот вопрос тоже не снимается, то есть, вот, если он сначала был оговорен про ВИСО, то здесь уже нормы какие должны быть, вот, потому что я повторюсь, да, на своем примере, норма на 10, выполняет ее меньшее количество человек, соответственно, ее никто не пересматривает, вообще, надо сказать, интересный у нас случай какой-то происходит вот в производственных отношениях, тут в недавнем прошлом господин Медведев, будучи председателем правительства, заявляет, там, с января 2021, по-моему, года, или 20-го, я уже не помню, 21-го вроде, все нормативные документы, которые были составлены в Советском Союзе, отменить туда-сюда, ну, ладно, думаю, отменили, а вот, что касается труда-то, вот этот сборник, квалификационный справочник, где предусмотрены, где, значит, все профессии прописаны, где все нормы труда прописаны, он составлен чуть ли там не конец 60-х, начало 70-х годов, то есть, где вы, вы пересмотрели нормы, то есть, на сегодняшний день, да, понятно, что появляется, то есть, технический прогресс, он есть, что появляется новое оборудование, появляются новые средства производства, но плюс к этому ко всему появляются разговоры о роботизации, допустим, будет миллион этих роботов, кто их обслуживать будет, кто будет писать программное обеспечение, кто будет механическую часть, значит, обслуживать, да, кто будет заниматься, ну, робот, он же тоже, ну, просто обычный механизм, вот, значит, а ситуация такая, что у нас-то развитие производства как идет, она же не как в Японии или там в других развитых странах, ты купил станок, поэксплуатировал его 5-7 лет и в утиле его списал, купил себе новый, нет, мы еще работаем на том оборудовании, которое 30-х, 40-х годов, выжимаем его до последнего и понимаем по этому счету такую вещь, что такой потенциал был технически заложен в этот станок, но он просто не убивает. Какие-то узлы, может быть, которые еще на сегодняшний момент можно починить и работодатель смотрит на этот станок и думает, а нафига я буду тратиться на кучу новых этих станков, когда он у меня еще, может быть, 100 лет проработает, я буду его главный грамотно обслуживать там или где-то. Где-то наоборот работодатель вообще скажет, мне не нужно это все ничего, это старье начнет внедрять как бы, ну, новое оборудование, да. Соответственно, под новое оборудование может быть и идет эта оптимизация, уже набирается количество людей для обслуживания этого нового оборудования. Новое. Мы прекрасно понимаем, что скорость наверняка рабочий будет уже каждый с высшим образованием, потому что все вот эти, вся новая техника идет с программным обеспечением, то есть он как минимум должен уже быть пользователем, да, ПК, там, ну, или если технолог, он там пишет программы, ну, сами все понимают, да, это, что техника усложняется для того, для, как бы в техническом плане. С одной стороны, она усложняется, с другой стороны, она как-то помогает человеку с теми или иными операциями справляться гораздо легче, да. Ну, то, будь то электрический, гидравлический инструмент, вспомните, там, пару десятилетий назад мы не знали этого инструмента, то есть у нас его просто не было. Мы, как говорится, дедушкиным методом работали. Сейчас все-таки до нас постепенно это доходит. Но есть опасность того, что, получив этот инструмент, работодатель готов, как бы, какую-то часть работников при этом отправить за пределы, значит, предприятий. Еще момент, которого хотелось бы коснуться, это какая тенденция идет с крупными предприятиями, с чем тоже вот нужно бороться, это дробление крупных предприятий на мелкие, значит, предприятия. У нас, слава Богу, значит, закрытый город, и опасность есть какая? То, что в закрытый город сложно в подрядные организации, значит, приводить. Но мы смотрим и общаемся с людьми, которые приезжают выполнять ту или иную работу к нам на предприятии, и получается, какая штука? Везде все раздроблено, ремонтных персоналов на станциях практически нет нигде, то есть они работают по подряду. Захотели сделать ремонт, там тендер разыграли, кто-то приехал, его сделал. То есть здесь первый вопрос, а как же качество ремонта? Ну, не дай Бог, вот эта ремонтная компания уехала, а тут опять что-то случилось, да? То есть здесь основополагающим играет то есть та роль, насколько выгодно работодателю содержать этот ремонтный персонал. То есть неважно, он не думает о качестве, но главное, выгодно его содержать или невыгодно. Ну, вот как показывает практика, все уже настолько, вот все станции, по крайней мере, электрические, они работают, я вот занимался мониторингом этого, значит, дела, когда готовились к ведению коллективных переговоров, да? То есть ремонтного персонала на станции практически нет. Есть оперативный обслуживающий персонал, а ремонтами занимаются уже подрядные организации. Вот так вот обстоят дела. Для чего делаются? Выводят, значит, за забор, работают по аутсорсингу, и в общем, такое дробление. Для чего опять? Мы понимаем это для того, чтобы народ уже не мог объединиться. То есть на одном предприятии объединиться гораздо проще, чем эти мелкие предприятия расколются. Когда они там соберутся? Да никогда. И вот наша задача все-таки вот этими своими действиями вести организацию, значит, сплать, чтобы коллективы были сплоченные, чтобы они чувствовали свой интерес и боролись. То есть пока есть к этому возможность, пока есть к этому как бы предрасположенность, этим нужно заниматься. Пока они все еще потеряны, надо идти вперед и все позитивные моменты, которые отражаются в наших действиях, надо вести обмен опытом, что и делается в принципе на Российском Комитете Рабочих. Но не так вот послушал и принял к сведению, а вот именно действовать по этому направлению и работать. Понятно, что это нелегко, но эту работу надо осуществлять именно для того, чтобы осуществлять свои интересы, добиваться тех целей, которые мы перед собой ставим, как организацию уже. Потому что здесь уже не случайные люди, я не просто так как бы говорю. То есть если мы попали в эту организацию, то мы не просто смотрим друг на друга и друг друга слушаем, а мы еще и должны наверное как-то действовать и взаимодействовать друг с другом. Но это вот что касается значит Российского Комитета Рабочих, я укладываюсь, и говорю. Не очень. Перебал там. 7 минут. Есть время? Сколько еще? Еще 2 минуты. 7 минут. Ну я еще немножко значит просто с вашего позволения расскажу о тех мероприятиях, которые у нас в этом году на нашем предприятии значит происходили. ввиду того, что у нас уже был проект своего коллективного договора от работников, мы занимались значит сбором подписей в поддержку этого проекта. То есть хотели набрать большинство. Значит сделали тоже выжимку, размножили брошюрку, ходим, раздаем, беседуем в коллективе, значит протокольчики собираем один к другому, протокол вообще в принципе простой. Подписной лист вот обычный граф под фамилией и имя отчества цех подпись. Значит в шапке написано мы работники там такого-то 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 цеха или отделения или еще чего-то поддерживаем проект коллективного договора разработанного работниками и значит подписные листы. ходим значит соответственно информация разносится под предприятию значит кто-то чем-то там занимается что делает работодатель в этом году у нас значит заканчивает действие тот коллективный договор который был принят ранее вот он значит работает на опережение инициирует инициирует значит процедуру коллективных переговоров с той целью чтобы внести изменения и продлить этот коллективный договор то есть в него все устраивает и продлить этот коллективный договор еще на 23 года ну тут значит идет в общем нарушение 39 статьи трудового кодекса они пеняют нас на то что мы в течение получается как мы смотрим когда статья регламентирует какие-то вот ответы да то есть получается какая ситуация к нам обратились в течение 7 дней мы должны отреагировать то есть если мы не отреагировали мы нарушаем законодательство в плане того что не вступаем согласно закону в коллективный переговор вот значит мы дотянули до последнего дня ну то есть 7 дней на 7 день отправляем значит что нам первый день сразу соглашаться а у нас еще ни комиссии не сформированы то есть мы не знали они инициативу проявили сам работу дать вот значит проявил инициативу вот им и получается они сыграли на опережение тут мы а мы параллельно с подписями в поддержку проекта коллективного договора собирали доверенности согласно 30 статьи чтобы представлять интересы ввиду того что профсоюзная организация малочисленная и не представляет больше половины членов ну больше половины коллектива до 50% до 50% у нас нет мало того еще в предприятии многие уже знают еще работают значит другой профсоюз отраслевой которым 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 в принципе всю жизнь ведет соглашательскую политику он никогда этим не занимался то есть тупо подписывает все что ему нужно точнее работодателя да такая вот работа ведется в общем а ситуация значит следующая открываем трудовой кодекс как организовать значит комиссию со стороны работодателя или открытое общее собрание или конференция ну и соответственно подписи да ввиду того что нынешняя сегодня современная история нам нигде не собраться потому что больше пяти соберешься начнут вой поднимать скажешь какая вам тут конференция тут все кругом болеют в общем стали собирать подписи на момент значит на момент участия в переговорах мы набрали ну больше сотни подписей но как бы не хватило нам немного этого чтобы заявиться как большинство да тем не менее пришлось нам а для чего мы это сделали для того чтобы думаем сейчас если быстро большинство причем еще вот юридической тонкости так я хотел заметить вот эти доверенности они действуют только год то есть если значит затягиваются эти переговоры там или еще что-то получается их надо постоянно собирать да потому что если ты в рамке там к примеру с января начали сейчас уже начнется новый год то есть опять как-то контролировать этот момент потому что вдруг если чего-то потом просто компетентные органы скажут ребят это у вас доверенность просрочена этот момент к этому не относится то есть чтобы это всегда было свежо и наработано да вот мы немножко не успели не успели для значит не успели сделать то чтобы выступать как большинство ну соответственно тут уже начались коллективные переговоры тут надо было уже делать как бы работу другая понятно что профсоюз он тоже у нас как бы кадровый голод да это объясняется чем то что активных людей не так много как хотелось бы основная масса все-таки там из-за угла подглядывает то что происходит даже ввиду тех которые являются членами профсоюза то есть они как бы как рассуждать ну вот взносы платим вроде вы там занимаетесь мы вас поддерживаем там если что тет а какую-то такую вот вести более активную борьбу ну все люди разные как бы все активными быть не могу да хорошо там собрался костяк у нас значит получилась такая разношерстная как сказать разношерстное представление работников то есть получилось два профсоюза и привлекли мы людей как бы сочувствующих нашему профсоюзу но не входят не входивших ни в один ни в другой профсоюз но как бы мы их на свою сторону ввиду того что после коллективных переговоров эти люди все-таки вступят в нашу организацию в итоге потом так и получилось вот эти люди вошли при этом значит мы столкнулись со следующей трудностью то есть если наш опять же большинства пока нет и подписи продолжают собираться но на момент допустим вот даже самим если придется инициировать переговоры для того чтобы вести коллективный трудовой спор здесь уже вопрос легитимности может подняться то есть а вообще правомощные вести эти действия если у вас большинства нет они же хитрые будут постоянно накапывать вот это юридически у них целый юридический отдел то есть то что они нарушают это им пофиг а когда ты они извини меня ко всем к этим лазейщикам все просмотрят вот поэтому как бы если кто-то будет вести эту деятельность вот на этот вопрос хоть он и говорится всегда проговаривается что именно большинство надо как бы правомощность свою соблюдать чтобы потом тебя просто грубо говоря не отстранили от этой деятельности то есть если ты действительно представляешь большинство если нет приходится действовать вот как действовали но хорошо у нас с той стороны как бы двое человек то есть мы понимаем мы в нашей стороне на два человека меньше те два человека отваливаются на сторону работодателя, да, ну и что от них можно ждать, тут какие-то, значит, провокационные моменты в плане того, что, ребята, давайте там сейчас подпишем, мы же вот вас выбрали для того, чтобы представлять интересы, это нет, мы тут вспомнили Михаила Васильевича Попова, то есть вынуждают там всяким образом, да, а четко держаться позиции такой, мы представители коллектива, вот мы прервали переговоры, пошли в коллектив, как коллектив скажет, так и будет, то есть постоянно, как бы понимать то, что вы в ответе, потому что, опять же, работодатель, если что-то не понравится коллективу, под удар поставит вот это, этих людей, которые представляют их интерес, он скажет, это вот они, и вы получитесь между молотом и наковальней, то есть, чтобы этого избежать, надо вести диалог, чтобы работники знали, по крайней мере, что происходит, что вы там делаете, понятно, что досконально может быть это, но стараться доводить до того, чтобы максимально коллектив был в курсе, что происходит, какие итоги этих переговоров происходят, и самое главное, что хочу сказать, в этих переговорах мы добились соблюдения 39-й статьи, нас первый раз за 10 лет, то есть за 10 лет мы участвовали в трех коллективных переговорах, нас первый раз за 10 лет, согласно 39-й статье, то есть членов защиты освободили полностью от работы на определенный срок, да, то есть мы не работали, мы занимались непосредственно работой с коллективом и с бумагами, и вот тех людей, которые не причастны ни к тому, ни к другому профсоюзу, их освобождали день до переговоров, день во время переговоров и день после переговоров, то есть мы как бы, они не были участи, ну, не были членами профсоюза, и думаем, человеку хотя бы, чтобы подготовиться к переговорам, нужен день, ну, как бы так, да, банально, вот мы... Нет, я все заканчиваю. И получилось так, что члены нашего профсоюза были полностью освобождены, те люди, которые представляли интерес своих цехов, они вот были освобождены на три дня, то есть три дня в неделю это уже чего-то. Если смотреть, допустим, назад, как мы это делали, нас освобождали только на то время, когда мы заседали в кабинете директора, представляете, то есть мы целый день работали, потом, ну, значит, приходит письмо завтра, там, в 16.00 с собранием по переговорам, да, то есть ты целый день работаешь, и потом еще идешь. У тебя просто тупо, ты прибегаешь, там, что-то забыл, что-то не забыл, хорошо, хоть трудовой кодекс подмышку взял и побежал. То есть вот такая сумбурная была работа. Вот еще хочу, конечно, это для нас, пусть там не скажу, что большое достижение, но это норма трудового законодательства, и мы вынудили своего работодателя соблюдать, значит, эту норму и освободить работников для ведения вот такой вот борьбы. Все, спасибо за внимание.